Диаверсия спектакля «Кто следующий?» Такой кусочек предлагается. Показана судьба, это детям предлагается, подросткам. Это учебный материал для подростков. Спектакль называется «Кто следующий?» «Кто следующий?» Такая ситуация. Показана судьба 16-летнего подростка и его друзей. Слова, обратите, вполне благополучные, современные подростки. Друзья и соперники со своими мечтами о будущем и со своей влюбленностью собираются на башне. Главный герой, которого друзья называют гномом, влюблен в девушку Синди. Дальше начинается уже интересное. На дне рождения гнома Синди обещает ему подарить себя. Подарить себя. Но в последний момент она меняет решение. Гном растерян, обижен и разозлен. 16-летний и разозлен. На выручку приходит друг, который говорит, что вся проблема в неопытности и необходимости поучиться с опытной и современной девушкой. Друг подбадривает гнома, предлагая для храбрости немного выпить. Даже учит, как пользоваться презервативом. Демонстрация на пальцах. Объяснение для учителя. Демонстрация на пальцах. Как пользоваться презервативами. Проходит время. Гном живет обычной жизнью. Другу говорит, что практически ничего не помнит, что происходило с опытной девушкой. Слишком много выпил. И начало. Вполне благополучные современные подростки. Вот такой информации эти учебные материалы от и до насыщены. И когда читаешь и смотришь, как они преподносятся, что это просто нацелено на проведение профилактической работы. Проведение профилактической работы. Самое интересное, это то, что когда совсем недавно мы встречались с работниками министерства, я стала говорить об этой программе, и они настолько вспыхнулись, что я просто не ожидала. И одна из них, она мне сказала, откройте страницу, где здесь написано, что эти программы внедрены. Написано, что они рекомендованы. Они не внедрены. Они рекомендованы. А каждый из них может взять только то, что ему захочется. Или эту сценку, или другую. А еще одна женщина сказала так. Почему, если наши дети в 16 лет живут сексуальной жизнью, почему мы не можем их обучить пользоваться презервативами? А другая сказала так. А почему вы вообще обрезаете нам жизнь? Почему вы не даете попользоваться жизнью, насладиться жизнью во всей ее полноте? Вот если так подходить к жизни, конечно, можно, начиная с детского сада, обучать их пользоваться презервативами на пацах. Но это же дико. И если начинаешь говорить о том, что, подождите, но ведь есть же человек, он же человек, это не однокличное существо. Ведь есть же понятие еще совести, нравственности. Рассмеялись. Целомудрие? Ха-ха-ха. Вы собираетесь с подростками говорить о целомудрии? Смешно. В Соединенных Штатах об этом говорят. И выделяют на это большие деньги. Потому что прекрасно понимают, что за этим стоит. Что за этим стоит? Что за этим стоит? Давайте я вам тоже некоторые вещи проговорю. Вот если почитать исследования, специально я стала смотреть, что говорят психологи, что говорят специалисты по разным направлениям. Если с детьми говорить, вот о чем говорил Блонский, что в норме сексуальная потребность должна возникать, вспыхивать впервые в подростковом возрасте, если раньше, то это искусственно раздуто. Сбой. Вот я с этим абсолютно согласна. И к этому вернусь. А сейчас у вас просто некоторые цитатки. Да. Так вот, половое воспитание и сексуальное просвещение – это не одно и то же. Пол – понятие гораздо более емкое и широкое, чем секс. Половое воспитание включает все отношения – семейные, дружеские, общественные, как представителя пола. Сексуальные отношения – это физиология, это только один уровень. Один – это плоскостное, плоскость маленькая, и всего многообразия этих отношений. Так вот, если говорить с детьми не о половом воспитании, а только вот застрять на этом уровне, плоском, и с ними, начиная с дошкольного возраста, младшего школьного возраста, только на этой плоскости разговоры вести. К чему это приводит? Вот вам мнение специалистов. Медицинские последствия замены полового воспитания и сексуальным просвещением – то, что у нас сейчас сознательно делается, начиная с периода перестройки. С того, как у нас открыта эта организация, российская ассоциация планирования семьи, по снижению рождаемости. Так вот, профессор Шевченко, это завкафитер детской психиатрии и психотерапии Российской медицинской академии постдипломного образования. Что он пишет? При таком положении дел, то есть если у нас так и сохранится вместо полового воспитания сексуальное просвещение, нас ждет повышение частоты и ухудшение протекания нервно-психических заболеваний, у нас мало заполненных психиатрических лечебниц, нервно-психических заболеваний, а также новая волна криминализации общества, преступность на сексуальной почве. В первую очередь, рост преступлений на сексуальной почве. Подобное просвещение для одних обернется тем, что навсегда отвратит их от нормальной любви, с детства превратит их, простите, как монахини, я просто проговорю здесь, как обязана проговорить, с детства превратит их в импотентов и гомосексуалистов, для других послужит причиной выпадения романтической стадии становления полового самосознания. Что значит становление романтической стадии? То есть, попросту говоря, одни будут ипотенты, у других будет сбой, потому что расторможенное сознание. Третьи ударятся в преступность, а другие, кто еще попытается сохраниться в этой ситуации, у них выпадет романтическая стадия. Что значит романтическая стадия? В подростковом возрасте, мы с вами говорили это на прошлой беседе, дети должны пройти романтическую стадию. Что это значит? Они должны влюбляться в кого-то недосягаемого, актера, певца, ну кого-то, кого-то, кого-то такого, вот кто далеко, до кого не дотянуться, но это мечта. Вот она или он, вот идеальный. Это романтическая стадия, когда душа тянется. Так вот, если постараться до этого возраста включить разговор на сексуальные темы, эта стадия вылетает. Когда современному сексологу Васильченко у него спросили, а к чему приводит, ну если в подростковом возрасте, ну выпадет эта стадия, он ответил очень четко, он сказал так. При обследовании таких пациентов, понимаете, пациентов, клиника, сбой, при обследовании таких пациентов, прежде всего выявляется, что они не способны дифференцировать, то есть отличать половое влечение от эрекции, отождествлять и понять это, смешивая. Их представление об истинной человеческой влюбленности крайне бедно, и половой акт сводится к механическому отреагированию. То есть, попросту говоря, как у животных. Возбуждение и разрядка. Никаких чувств. Никаких чувств, кроме возбуждения и разрядка. В этом случае даже термин употребляется какой? Пациент, это клиника, это сбой, это воспитанный, понимаете, это воспитанный в школе.